Сейчас предложение депутатов о создании экологических зон, в том числе и на Байкале, ждет обсуждение в Госдуме. При этом в регионе уже ряд экспертов дали свою оценку заявленной инициативе. Им слово. Нынешняя ситуация с нормативно-правовой базой, она достаточно парадоксальна. То есть одна и та же территория, один и тот же участок земли, может оказываться сразу под юрисдикцией нескольких законов, которые не всегда друг с другом сочетаются. Мне кажется, что в нынешней ситуации, ну давайте попробуем хоть что-то предпринять, чтобы сдвинуться с мертвой точки. Потому что сейчас это патовая ситуация. То есть никто ничего не может делать. Давайте попробуем хотя бы двинуться в сторону разрешения ситуации. На сегодняшний день ситуация складывается такая, что Байкальская природная территория состоит из трех зон. Как мы знаем, это центральная экологическая зона, буферная зона и зона атмосферного влияния. На сегодняшний день ведение еще одной зоны решит вопрос как для самих территорий, так и непосредственно для населенных пунктов. Это в интересах правительства. Потому что на сегодняшний день фактически на всей Байкальской природной территории у нас затормозилось развитие муниципальных образований, развитие поселений. Так как в связи с вот этой вот правовой коллизией, можно так сказать, существуют запреты на строительство. Все жители этих районов будут работать вместе с национальным парком за сохранение среды обитания, где они живут. Вот это первое. Второе. Это со своей стороны поможет очистные сооружения сделать соответствующим образом. И деньги тратить вот на эту, на природоохранную государственную. А люди сами будут себе строить. Бизнес придет, потому что он будет чувствовать, что тут не только ограничения, но будут способствовать экологическому бизнесу, который даст положительные какие-то результаты.